Здравствуйте, с вами Анна Пашкевич. Возможно, ежегодно у вас не удается хорошая рассада. В этом видео я раскрою 5 основных моментов, которые помогут вам получить более качественную рассаду. Совет номер 1. Нижний подогрев субстрата. Как известно, для более быстрого и дружного прорастания семян необходима соответствующая температура. Для того, чтобы обеспечить равномерное и постоянное подогревание субстрата, можно воспользоваться водяной баней. Для этого понадобится поддон, который мы поместим с водой на батарею. В этот поддон также мы поставим нашу тепличку, в которую высеяли семена. И это будет являться залогом хорошего развития корневой системы. Хочу уточнить, что поддон теплички, который вы устанавливаете в поддон с водой на батарею, должен быть без дренажных отверстий, чтобы не было чрезмерного переувлажнения грунта. Если же мы тепличку устанавливаем сразу на батарею, то чрезмерное тепло, выделяемое ею, будет способствовать очень быстрому пересушиванию грунта. Также в качестве источников поступления тепла к нашему грунту можно использовать сушилку в виде гибкой дуги или электрическую грелку. Совет номер 2. Дезинфекция посевного материала. Если вы приобретаете семена, которые предварительно производителям не обработаны, то есть они не окрашены, не дрожжированы, то вы можете произвести обработку посевного материала самостоятельно с использованием различных дезинфицирующих растворов. Оптимальными из них будут являться растворы перекиси водорода или растворы марганцовки. Перекись водорода мы будем использовать из расчета 3 столовые ложки на 1 литр воды и замачивать в них семена на протяжении от 2 до 6 часов. Если мы готовим раствор калий-марганец-У4, то берем 1 грамм порошка, растворяем в 1 литре воды и также замачиваем семена в данном растворе не более 6 часов. Семена, вымоченные и в перекиси, и в марганцовке, необходимо обязательно промыть и просушить. Совет номер 3 это обработка тары, которая также является залогом хорошего развития рассады. В качестве дезинфицирующих растворов можно использовать раствор уксуса из расчета 1 столовая ложка на литр воды. Также можно использовать раствор соли и соды, также по 1 столовой ложке на литр воды. Помимо этого можно готовить и раствор марганцовки, также столовая ложка на литр воды. В этих растворах можно замачивать тару, оставлять на несколько часов, затем хорошо вымывать и промывать проточной водой. Четвертый совет это дезинфекция грунта. Если вы подбираете для себя не специальные подготовленные грунты, а делаете их самостоятельно, то в качестве дезинфекции лучше использовать не высокие температуры, которые убивают полезную микрофлору, а низкие температуры. Раньше, когда грунты готовились в тепличных комбинатах самостоятельно, саморозка была основным источником дезинфекции посевных грунтов. Пятый совет, который позволит вам получить хорошие всходы и хорошее развитие рассады, это использование светоотражающих материалов. Как правило, света у нас не хватает и если мы не поможем растениям аккумулировать достаточное его количество, то они будут отставать в росте и развитии. В качестве светоотражающих материалов можно использовать подложку для ламината, любой фольгированный материал. Также, если у вас не найдется этих материалов, можно использовать белую бумагу или любую белую ткань, но светоотражение от этих материалов будет чуть ниже. В качестве материала, который идеально подойдет для замачивания и дезинфекции семян, можно использовать маску индивидуальной защиты. Ее материал не будет распадаться, не будет разбухать, не будут оставаться никакие волокнистые структуры, как в случае с ватными дисками или с марлевыми или бумажными материалами. После замачивания и проращивания семена будет легче отделить именно от масочного материала, нежели от ватного диска или от бумажного материала. Надеюсь, эти нехитрые советы помогут вам получить здоровую крепкую рассаду. До новых встреч на канале Процветок!